а вы по-русски понимаете все да но хорошо хорошо понимаю все он теперь не уйдет всего видал тебя будет сидеть здесь жена любимые какие тут процентов 95 мусульмане вон и показывает какой она так может быть армянин армяне христиане не аж станет дагестан дагестан дак это мусульманин да но почему грешни веришь когда это ваша книга ваша книга то может быть может так не может быть это это книга коран называется куран да да совсем не знает писание на 100 человек ни одного нет на 1000 кажется два только даже хуже нашего а вы знаете почему так много здесь мусульман вытащат рулетки нет а вы по-русски хорошо понимаете не сто процентов но понимаю что чуть-чуть в дагестане мы были с миссионерской поездкой у нас в библиотеке восемьдесят первые юноша да молодец здоровый а эту девушку а еще глаз положил уже да красиво видно да наши женщины красиво они у нас в храме так два платка как хижаб до полу платье у нас нет ни абортов ни разводов я уже бабушка мне почти 40 она в два раза моложе меня как раз ровно в два раза я же говорю она еще молодой красивой так надо верить во христа который умер за наши грехи он дает спасение он больше никто за нас не умирал мы грешники а он умер взял грехи наши искупил я тоже собираю жениться русским не знаю что не нашел на русской жениться хочет на на русской православным станете самые хорошие девушки это православные придется вам иисуса христа принять своим личным спасителем так ну чтож я если уходите то ладно тогда мы из барнаула алтайский край с богом до свидания спасибо слава христу знаете как прочитать смотри вот книга вот эта книга вот я сейчас получается показывает не год так это не это бумага это бумага не книга правильно правильно все лучшее это у тебя в голове они то что тебе а в голову то а в голову то попадает как раз отсюда с бумаги это что еще такое блин ладно нет на самом деле я чё хочу тебе сказать что кроме библии что можно почитать сначала прочитайте библию пока вам достаточно новый ветхий завет дальше если прочитаете зайдите на наш канал и на мой сайт и там я насчитываю 50 книг аудио для вас слушать может быть 12 томов и она златоуста записывайте добра выматываюсь через пять минут ждете давай пять минут ушел нечаянно за тебя верующие у вас есть такая книга дома книги нет но как бы на вечер на вы знаете что вы знаете что грядет суд божий что иисус умер за грехи людей воскрес третий день а когда примерно дата дата никто не знает но события какие перед этим будут указаны события какие должны случиться в мире перед пришествием христа описаны это мы знаем об этом будет одно государство в мире одно со столицей мира не москва будет а иерусалим и последний император там царь будет царствовать 42 месяца три с половиной года там же и сядет в храме как бог выдавая себя за бога второе посланник писанники за 24 вам меня видно нет добрый день так у нас все записывается выставляется в интернет вы не против я не против так на рассказывайте кто вы откуда зачем и как я смотрел ваши передачи вот за ваши записи мне очень понравилось но есть вопросы вот я один хотя бы вопрос хотел вас спросить вот давайте вот наши христос запрещает брать в руки оружие как он сам сказал вот освещение благословляют на защиту отечества и в разговоре они говорят ну а как же будут ваши семьи убивать и уничтожать ваших близких а вы не пойдете воевать вот мне как вот это правильно оценить вот это хорошо как только кончим говорить я спору сброшу вам мой материал полный все там отказа абсолютно все и вся история что бог говорит и каноны и другое мы не должны воевать взявший меч от меча погибли все мы должны бога слушаться они человеков а вот он придет а он не родился бы гитлер если бы мы жили праведно а лоис бы не зачал и все а как же сергий радонежский благословил идти на бой и монахов своих дал за это он должен быть отлученный согласно канонов если человек принял монашеский тамщин иноческий и вернуться к воинскому званию церковь под проклятие подводит а у нас сергий радонежский ссылаются на беззаконный поступок его он нарушил каноны каноны выше человека и все вот об этом очень хорошо и притом не благословлял а сказал только что вернешься живой больше ничего не было оказывается все надумано было сколько лет говорили князь владимир когда крестили сказал кто не будет креститься тот мне не друг а рядом стоят воины с мечами игры нет он сказал кто не будет креститься тот мне враг а враг значит голова долой а сейчас стали говорить о константине великом говорили равноапостольная он до самого смертного часа не принимал крещение и принял крещение в конце от еретического епископа и всеми теперь-то все раскрывается когда говорил даже слушать не хотели но вы их признаете да я признаю я молюсь но мы даже правду любить больше всего хрис от гретья есть истина пути истины и жизнь 14 6 евангелия триана спасибо господи и вот еще можно один вопрос можно не один а все сколько есть вот насчет крещение я тоже разговаривал с нашим батюшкой он говорю вот нужно трехкратное погружение как апостольском пятидесятом правиле вот троекратное полное погружение и священник должен воде быть он говорит но это же не везде возможно вот мы здесь на севере у нас холодно воду-то заходить можно и простыть например ну или воды нету где-то так мы поэтому вот так крестим ну по возможности какая есть неполное погружение как к обманщикам как пираты захватили корабль я говорю там же находятся баптисты старообрядцы все крестят полное погружение а здесь в россии а в одессе везде крестят как попало выдать кисточкой покропили моклой ладошкой обманщики они должны быть запрещены за это беззаконие понятно все понятно еще один вопрос на тихой честь и позволите вот отношение к священникам но у нас в общем то я согласен что люди все грешные и как говорится священники тоже вот такие же люди как и мы вот но какой-то мы все равно почитаем мы их так сказать ну как бы вот не должны осуждать вообще потому что мы вообще осуждать запрещено господом нашим ну с другой стороны как говорится вот вы критикуете даже называете такими словами серьезными осуждающими вот но как-то вот кажется вот вот тот же патриарх кирилл он как какой бы он ни был он краеугольный камень нашей церкви вот и убрать из этот камень все разрушится вся наша церковь у меня такое понятие какой краеугольный камень когда христос что вы глупые слова говорите это иисус краеугольный камень а люди грешные беззаконные интересно как патриархи еретики были арий присвятил еретик на истории патриарх а до конца пока не открылось они продолжал рукополагать людей все они сказали краеугольные я сказал я сказал не только то что апостолы сказали апостол собрал епископов и говорит из вас самих вас станут лютые волки не щадящие стадо деяние 20 глава 22 стих я не я говорю это написано писание и весь ответ червоты нам нам вот был сами это по себе я понимаю что господь и он наш бог и нас сотворил и выше никого нет но как говорится земная церковь вот состоит из тех священников и архипастыри которые вот если мы их тронем наша земная церковь таким будет управляться господь через них управляет или это не так не так и управляется духом святым а их ставит господь а из них бывают такие которые даже и библию ни разу не прочитали нарушает каноны у нас сегодня в церкви действующих канонов православной церкви семьсот девятнадцать из них четыреста тринадцать ежедневно нарушаются еще пятьдесят семь процентов нам все это мимо слово божие говорит евангелие от яна 12 48 слово которое я говорил она будет судить вас в последний день для меня эти слова роковыми были я понял все авторитеты рухнули на суде божьем не вы не будете ни патриарха никого видеть их на цепи икона показано тащат ватт первыми сатана мы за ними уже я хотел еще спросить вот насчет ваших книг вы много книг написали я бы конечно хотел почитать но где их купить вообще даже не знаю как можно приобрести вашу книгу почитать и я в интернете я напишу вам начну войне окрещение книгах я вам скину вы не отходите здесь я разговариваем прям скайпе ну хорошо спасибо господи но еще что что вы где находитесь то ленинградская область ленинградская да да главное ленинградская главный город переименовали крайне могли переименовать область ну вот так ленинградской области нас город пикалева такой есть нам как-то путин даже приезжал но это не важно короче вот мы там здесь находимся книги к концу подходят поэтому тут уже рассуждать не приходится потому что всего лишь тысячи экземпляров а из них 650 были подарены библиотекам я может быть скачать можно или как-то на море я вам скину данные пожелайте скачать или купить я вам цены все нам дам а ну хорошо давайте я тогда может быть по почте можно высылать по почте высылаем и вот вы сейчас из австралии запрашивают в америку отправили два раза в полные комплекты хорошо спасибо господи вот я больше то вопросов пока вот эти надо осмыслить ну а дальше уже когда будет возможность зайдете у нас нынче крещение будет 12 июля в озере отовсюду приезжают в прошлом году были из ливана из там из германии приезжали люди 12 июля это у нас петра и павла праздник апостольский апостольский петра и павла но у нас петропавловский храм рядом находится мы поэтому туда этот праздник всегда ходим вы ни на кого никогда не ссылайтесь которые люди с вами если они идут вопреки священного писания они крестят как не ни один еретик не крестит они не крестят людей для крещения нужно три условия первое человека научить верующих кто будет веровать и креститься мы считаем 16 глава евангелия от марка веровать и крестить люди приходят веры никакой нету и крещения нету крещение погружение и третье бесплатно все условия нарушены никакого крещения нет отсюда люди едут на афон а там сразу крестит это крещение не ставит ни во что войны цинецкий всех крестил заново это были обманщики говорит к сожалению это все печально слышать конечно потому что все нарушено как же тогда мы спасаться будем интересно патриарх алексей 2 об этом говорил и чтобы крестить только полное погружение а дальше добавляет каких бандитов на принимали в церковь бандитами назвал хорошо хорошо я очень-то всех вопросов сейчас я вам скину вы только все скачайте все прочитайте не на один раз на этот материал я потратил 40 лет пока все собрал спасибо спаде я очень рад ну спасибо христос вами а вы знаете как ваше имя переводится анатолий а как переводится на русский язык восточный правильно с богом божьей помощи вам всего хорошего до свидания